Привет всем! Сегодня у нас уже третий выпуск и мы продолжим собирать коллекционный альбом по Нине Mickey Mouse Sticker Story. Альбом вышел совсем недавно, в конце 2018 года в Европе и содержит в себе действительно всю историю Mickey Mouse в наклейках, как и заявлено на обложке этого журнала. Очень хочется собрать весь журнал и сегодня мы, надеюсь, сделаем также шаг вперед и соберем еще, откроем еще несколько пакетиков с наклейками. Надеюсь, у нас в этом выпуске также будет не так много повторок. Ну что, журнал выглядит классно. Те, кто не смотрел обзор, советую посмотреть предыдущие два выпуска. Открываем наш альбом и сразу видим, вау, сразу у нас блестящая наклеечка. Надеюсь, такое у нас уже есть и коллекционная карточка. Пакетик каждый содержит у нас 5 наклеечек и одну коллекционную карточку. Вот, думаю, сразу приступим к вклейке. 35 номер. Очень-очень хочется собрать этот альбом и сохранить на память. Надеюсь, к 100-летнему юбилею будет также такой альбом. Ну что ж, как вы видите, те, кто видит в первый раз наше видео, здесь у нас различные разделы с мультфильмов, комиксов про Микки Маус и вот номер 35. Здорово, вот такая вот блестящая наклеечка. И не повторка. Класс, это у нас здесь раздел посвящен Микки Маусу. И вклеим аккуратненько наклеечку, чтобы не испортить всю картинку. Да, отлично получилось. Ну что ж, следующая наклеечка у нас вот такая. Мне кажется, ее тоже у нас еще не было. Также часть одной большой картинки. Номер 194. Здесь у нас дядюшка Скрудж. Вообще комиксы Микки Маус невероятно популярны в Европе. К сожалению, не так стали, не стал их продаваться в России. Да, вот только в этом году вышли много книг в толстых обложках про Микки Мауса и сразу стали бестселлерами. Можете поискать на Озоне, например. Советую вам купить. Всем, кто любил раньше и сейчас, кому нравится Микки Маус, очень хороший, качественный комикс. Итак, 194. Здорово, не повторка. Также одна часть большой картинки. И вау, даже сразу две у нас, посмотрите, блестящие наклеечки. Ну что ж, еще вернемся к ней. Вот такая вот наклеечка Микки, Гуфи и Снеговик. Номер 106. И посмотрим, где же у нас номер 106. И вот здесь у нас уже была блестящая наклеечка. И вот она. Здесь у нас написано, что Микки очень охотно помогает другим. Да, и вот мы видим, как он помогает, да. Помог Снеговику с лыжами. Ну что ж, написано, Микки Маус всегда готов помочь. Это у нас глава как раз посвящена полностью Микки Маусу. Итак, снова блестящая наклеечка. Вот такая вот классная наклейка Микки и Мини. Мини, очевидно, поздравляет Микки Мауса с юбилеем. 126 номер. И да, вау, это у нас глава посвящена Мини. И также у нас, да, написано, что Мини очень у нас, очень такая добрая, написано в пояснении, да. И очень любит цветы и конфетки получать Микки Мауса. Ну что ж, сложно немножко иногда открыть наклеечки. Но, сложно, но в конце концов у нас это получается. Итак, хорошая наклеечка, блестящая. Номер 126. Здорово, что пока что очень мало повторок. Будем надеяться, их так будет не так много. Все-таки хочется собрать, хочется собрать полный, полный альбом, конечно же. Итак, и вот такой вот у нас, где Бандит Карла, герой комиксов про Микки Мауса. 110 номер, мне кажется, такого, такой наклеечки у нас тоже не было. Да, действительно, у нас такой наклеечки не было. И написано, что Микки Маус любит раскрывать тайны. Это серия комиксов Микки Маус Детектив. И мы видим, здесь также Микки Маус пытается понять, кто же открыл сейф. Итак. Ну что ж, здорово, повторок не было. Вот такая вот классная карточка коллекционная, где Микки и Гуфи в виде рыцарей. И здесь у нас рассказано о, да, о каком-то комиксе, да. Да, какой-то жанр фантастический комиксов, который был в 80-х годах. Здесь у нас трилогия про Микки Мауса. Видимо, как он был рыцарем вместе с Гуфи. Ну что ж, некоторая часть истории про Микки Мауса. Карточка под номером 35. И такой у нас, мне кажется, тоже еще не было. Итак, 36 у нас была. Да, вот 35 еще не было. Ну что ж, здорово. Здорово. Так вот мы приближаемся к тому, чтобы собрать всю коллекцию карточек. Откроем следующий пакетик с наклейками. И посмотрим, что же нам в нем попадется. Снова 5 наклеечек, одна карточка. С обложкой какого-то старого комикса Микки Маус. Ну, перейдем еще к ней поподробнее. Обязательно остановимся на ней поподробнее чуть позже. Вот такая вот у нас классная фотография с Диснейленда. 271. Это в самом конце у нас есть раздел, посвященный Диснейленду. Итак, 271. Вот он. И да, здесь написано «приезжайте в Диснейленд». И в нем очень весело. Ну что ж, здесь я даже не знаю, имеется в виду Диснейленд Париж или Диснейленда в Америке, который. Нужно почитать. А, ну здесь написано несколько, да, Диснейлендов есть. Вот у нас есть описание на этой странице. В Америке в 55-м году, в 71-м 2-й в Америке, в Японии и во Франции. Самый для нас, наверное, известный Диснейленд Париж в 92-м году открылся. Итак, хотелось бы, конечно, там побывать когда-нибудь. Надеюсь, что когда-нибудь у меня также получится там побывать. И надеюсь, что у вас также, у моих подписчиков, однажды исполнится, я думаю, мечта, да, можно сказать, побывать в Диснейленде. Ну что ж, вот такая классная наклеечка из какого-то очень старого мультфильма. Я думаю, 176. Здесь вот черный фантом, персонаж комиксов про Микки Мауса и мультфильмов первых. Такой вот бандит, черный фантом. Ах, к сожалению, к сожалению, такая наклеечка у нас уже есть, повторка. Ну что ж, отложим ее в сторонку. И следующую наклеечку тогда наклеим. Мне кажется, это кадр из комикса, номер 61. Здесь есть юбилейный комикс в журнале, где абсолютно все персонажи Микки Мауса. И да, здесь Микки встречается со своим Микки двойником в этом комиксе. И вот как раз этот момент у нас запечатлен. Номер 61. Здесь у нас написано, один Микки говорит другому, пожалуйста, попытайся не думать об акулах. И тот говорит, да, окей, хорошо. Ну что, следующая наклеечка у нас снова из прошлого. Номер 28. Вот такой вот старенький Микки Маус. Здесь у нас один из первых, видимо, Микки Маусов. Номер 28. Да, действительно. Да, написано, что Микки Маус стал очень быстро полюбился во всем мире. И его комиксы с ним стали сразу же читать во многих странах, например, в Италии, Франции и в других странах. Ну что ж, какая-то большая наклеечка двойная. Номер 28 у нас. И здорово, что она у нас не повторка. Так, последняя наклеечка с этого пакетика. Вот такой вот Микки Маус радостный. Празднует свой 90-летний день рождения. Номер 272. Мне кажется, такой наклейки у нас не было. Я надеюсь, что такой наклеечки у нас не было. Номер... Да, это одна из самых-самых последних наклеечек. Здесь написано. Всего хорошего, Микки Маус тебе желаем. Ну что ж, это завершающая страница нашего журнала. Да, история Микки Мауса в стикерах. И 272 наклеечка. Вот такой вот праздничный, радостный Микки Маус. Ну что ж, и у нас попалась еще одна карточка с одним из старых-старых комиксов, как вы видите, 78-го года. И, очевидно, это был какой-то комикс специальный, как раз так же к юбилею Микки Мауса. Действительно, да, в 78-м году вышел такой комикс к 50-летнему юбилею Микки Мауса. Ну что ж, здесь была также игра написанная. Победитель получал поездку в Диснейленд. Это номер у нас 4. Вот я не помню, была ли такая у нас карточка. Да, была, к сожалению. Ну, карточка у нас всего 36 в коллекции, поэтому они будут попадаться намного чаще. Откроем следующий, третий пакетик на сегодня и посмотрим, какие наклейки ждут нас в этом пакетике. Итак, отличная коллекция. Очень жаль, что в России коллекция Панини больше не продается. Ну, только вот к футбольному чемпионату. Итак, но по-прежнему популярна в Европе вообще Панини. Это итальянская фирма. Как вы видите, сделаны в Италии все эти наклеечки и альбомы. Очень популярна. Многие коллекционируют различные мультики, сериалы. Например, там, Холодное сердце, либо когда выходит какой-нибудь фильм, например. Сейчас идут эти фантастические твари, где они обитают. Или Гарри Поттер. Ну что ж, эта наклеечка у нас была только что. Она, конечно же, повторка номер 110. И вот у нас уже, как вы видите, с каждым выпуском будет очевидно все больше и больше повторок. Итак, следующая наклеечка у нас снова с комикса номер 64. И посмотрим, есть ли у нас такая наклеечка. Нет, здорово, друзья, здорово. Номер 64. Вот у нас такие связанные идут два Микки Мауса в комиксе. И здорово, что это не повторка. Итак, мы еще на один шаг приблизились к тому, чтобы собрать весь альбом. Номер 142. Вот так вот Гуффи и Микки пекут блины, жарят блины. Номер 142. И эта глава посвящена Гуффи, да. Вау. И здесь у нас написано пояснение к наклеечке, что одно это точно, 100% верно, что Микки очень повезло, что у него есть такой друг, как Гуффи. И вот они вместе жарят блины. И 142 наклейка. Здорово, здорово. Вот так вот по чуть-чуть мы заполняем весь журнал Микки Маус Стикер Стори. Итак, номер 99. У нас здесь мини. Ну что ж, посмотрим мини. И это, да, часть комикса. Также последний кадр из комикса под номером 99. Здорово. И наклеим, наклеим его. Интересно будет смотреть, да, как много будет попадаться у нас повторок. Надеюсь, не так много. И вот еще одна последняя наклеечка в этом пакетике. Здесь у нас Микки с Гуффи. Номер 137. Симпатичная наклейка. Я даже не знаю, с какой это у нас главы, может быть. Это с главы про Гуффи. А, посмотрите. Также есть пояснение. Написано, что... Да, написано, что годы проходят... Ихние годы дружбы проходят вместе. И также годы машины Гуффи также проходят. Как видите, у него такая вот старенькая машинка. Ну что ж, классный кадр. Очень-очень-очень хорошо подходит к описанию дружбы Микки Маус и Гуффи. Ну что ж, коллекционная карточка. Вот такой вот радостный у нас Микки Маус. Ну что ж, выглядит очень-очень здорово. 26 номер карточка. И посмотрим, есть ли у нас такая. Мне кажется, что нет. Но все может быть. Итак, у нас номер... Номер 26. Да, это здесь у нас карточка находится. И у нас ее нет. Да, вот такие вот классные картинки с Микки Маусом. Здорово. И еще один шажок к тому, чтобы собрать полный альбом мы сделали. Ну что ж, откроем четвертый пакетик на сегодня. И посмотрим, какие наклейки нам попадутся в этом пакетике. Итак, снова 5 наклеечек и коллекционная карточка. Первая наклеечка у нас снова с черным фантомом, который, очевидно, крадет мини. Двух мини. Наверное, это кадры из комикса. Номер 47. И здесь у нас номер 47. Да, здорово. Еще у нас нет этой наклеечки. И это хорошо. Вот так вот ее клеим. И мы закрыли еще один кадр из комикса. Итак, следующая наклеечка в пакетике у нас Микки Гуфи. Ну вот Микки выглядит достаточно так, как будто из прошлого. Посмотрим, к какой главе это относится. Да, это относится к главе про мультфильмы и про первое появление Микки Мауса. Действительно, это вот второй кадр. Да, написано, что Плута появляется в комиксе для более еще забавных ситуаций. И действительно, вот такой вот у нас второй кадр. Ну что ж, мы собрали еще один большой кадр полный. Нет, хотелось бы все-таки наклеить более, более, более ровно. Так ровно, насколько это возможно. Вау! Ну что ж, здорово. Выглядит все неплохо. Это, наверное, Мини, да, Микки с Гуфи. Какой-то кадр из старого комикса. Итак, у нас еще одна наклеечка. Номер 195. И такой у нас, мне кажется, тоже не было. Здесь Гуфи, Дональд, Микки 195. Это у нас раздел, нет, не про путешествия во времени. А, это раздел у нас про семейку Дакс, Куруджи, МакДака и его племянников. Вот такая большая-большая картинка из шести наклеек. Здорово, что это не повторка. Итак, номер 140, нет, 195. Нижняя правая картинка. И хорошо мы можем, да, собирать скоро весь альбом. И вот как-то, как-то так. Сложно наклеить, да. Чем больше, чем больше наклеек, тем сложнее наклеить. Ну, вот вроде более-менее получилось неплохо. Итак. И у нас следующая наклеечка Микки и Мини, номер 74. Это снова кадры из комиксов и снова кадры, которые у нас еще не было. Ну что ж, здорово. В прошлом выпуске у нас была всего одна повторная наклеечка. И в этом у нас пока что две. И, надеюсь, так и останется. Итак, номер 74. Наклеиваем. И нет, совсем, совсем плохо получилось. Ну, вот сейчас уже, кажется, лучше, да. Итак. И последняя наклеечка с этого пакетика. Вот такой вот, также кадры из какого-то прошлого, мне кажется. 51. Нет, наверное, все-таки кадры из комикса. Нарисован как в стиле старого комикса. Это, наверное, как раз персонажи из прошлого Микки и Мини. И вот 51 номер у нас в комиксе. Мы также закрываем благополучно. Тут у нас также вот черный фантом летит на фоне. Здорово. Повторок не было. И вот такая вот классная карточка Микки в таком пилотных очках. И здесь написано, да, здесь про художника Микки 30-х годов, который рисовал его. И вот такая вот картиночка. Я думаю, он ее нарисовал. 20 номер. Итак, 20 номер карточка у нас. И это у нас, это у нас где-то в первых, да. Здесь у нас первые 9, 17. Значит, 20 у нас здесь, да. Так, 20 номер. И здорово, это не повторка. Ну что ж, откроем пятый пакетик на сегодня. И посмотрим, что же ждет нас внутри. Надеюсь, все-таки повторок не будет. Ну что ж, сразу же наклейка Бандит Карла. Снова сбегает с сейфом номер 160. И мне кажется, такой наклейка у нас тоже не было. Ну что ж, все пока идет очень-очень-очень неплохо насчет повторок. Вот у нас Бандит Карла, да. И сразу же первая наклеечка про него. Что он уже с самого начала был еще с мультфильмов. Первый про Микки Маллоса, одним из героев. И затем перешел в комиксы. Очень интересные комиксы всегда с ним, хочу сказать. Всегда, как что-то он делает, такой Микки детектив пытается раскрыть его преступление. И сразу снова у нас Бандит Карла с Минни, номер 81 в этот раз. Это, наверное, кадры из комиксов. Мне кажется, такого у нас тоже не было. Ну, будем надеяться, что такого у нас тоже не было кадра. Да, не было, здорово. Номер 81. И вклеим его в наш юбилейный коллекционный альбом Микки Маус Стикер Стори. Ну что ж, следующая наклеечка на сегодня. Вот такой вот Микки. Номер 83. И мне кажется, да, был такой, но такой уже наклеечка. Ну что ж, третья повторка на сегодня. Посмотрим, посмотрим следующее. Вот так вот Микки, друзья, мини, гамма, пришелец, встречают его. Наверное, тоже кадр из комикса. Да, 86 на этой же странице. И это не повторка. Ну что ж, номер 86. Вклеиваем. Здорово. И последняя наклеечка на сегодня, номер 84. Снова кадр с этой же страницы. Вот как-то так совпало, что все наклеечки с этой страницы тоже не повторка. И поэтому, действительно, я думаю, это будет последняя наклеечка на сегодня. Да. И осталась у нас коллекционная карточка. Вот такой вот Микки Маус, да, в 20-х годах, да, нарисован. Также у нас, да, креативным аниматором написано, как его звали. Вот такая вот прикольная карточка из прошлого, номер 19. И она занимает достойное место в нашей коллекции. Итак, что-то тут я, мне кажется... А, нет, все правильно, не напутал. Это 18 карточек. И вот сейчас 19 будет у нас сразу же здесь, да. Здорово. Не повторка. Ну что ж, друзья. Мы раскрыли сегодня снова в нашем третьем выпуске 5 пакетиков. И у нас попалось всего 3 повторных наклейки, 1 повторная карточка. Я думаю, это очень-очень неплохой результат для третьего выпуска. И через 3 дня мы откроем снова очередные пакетики. И постараемся дозаполнить наш альбом. Надеюсь, вам видео понравилось. И если вам понравилось видео, то ставьте обязательно лайк. Пишите комментарии. И подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо, что смотрели наш обзор. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok